Всем привет! С вами Якимов Игорь. Сегодня будем рассматривать новинку в моих инструментах. Точный электронный штангенциркуль ET50 от компании Top Tool. В YouTube уже много роликов про китайские электронные штангенциркули. Отзывы о них как хорошие, так и плохие. Лично мне пришел удачный штангенциркуль, который меня устраивает без всяких доработок. Все измерительные элементы в этом штангенциркуле сделаны из нержавеющей стали. Он позволяет делать измерения с точностью 0,01 мм. Прибор поставляется в таком футляре, которым его удобно носить на объект и который защитит прибор от возможных повреждений. Этот прибор хорошего качества по небольшой цене. Ссылка на прибор есть в описании. Если вас интересуют еще другие измерительные приборы и советы домашнему мастеру, то подпишитесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Чтобы понять достоинства этого прибора, давайте рассмотрим штангенциркули, которыми я пользовался до появления этого прибора. Вот штангенциркуль из советской эпохи. С его помощью можно измерять размеры до 25 сантиметров с точностью 0,05 мм. Для точных измерений служит шкала нониуса. То есть, мы вначале находим сантиметры и миллиметры по основной шкале, а потом, сопоставляя риски, можем узнать доли миллиметра. В этом штангенциркуле мы можем зафиксировать подвижную губку прибора, а можем зафиксировать данную губку, а потом медленно подгонять под измеряемый объект этим колесиком. Что позволяет вести измерения более точно. Так как штангенциркуль металлический, то время ему нипочем. Этому штангенциркулю более 30 лет. Единственное, что мне в нем не нравится, это недостаточная точность и требуется хорошее освещение, чтобы увидеть подходящую риску. Есть более компактный вариант этого штангенциркуля. Точность этого прибора одна десятая миллиметра, но зато он может замерять глубину и диаметр отверстий от 0 миллиметров, а не от сантиметра, как в прошлом приборе. Этот штангенциркуль постоянно хранится в боксе с инструментом в машине, и механически никак не пострадал. Несколько лет назад я купил штангенциркуль из углеродного волокна. Фактически он аналог этого металлического штангенциркуля, только с цифровым циферблатом. Я им много пользовался. Его точность в одну десятую миллиметра, по моим замерам, соответствует действительности. Им удобно пользоваться и считывать показания с экрана. Основные недостатки, недостаточная точность и недостаточная прочность материала, из которого он сделан. А вот этот штангенциркуль вобрал все достоинства предыдущих штангенциркулей. Измерительные элементы в нем сделаны из нержавеющей стали. Он весит немного больше, чем прежний его аналог. Хорошее качество обработки поверхностей. Губки плотно пригнаны. Вот видите тут губки. Здесь так обработано, где выдвигается щуп для измерения глубины. Корпус электронного блока сделан из прочного, хорошо окрашенного пластика, который я изначально принял за алюминий. Здесь есть плавная подгонка под измеряемый элемент. Люк в приборе минимальный и не мешает измерениям. Раздвигается с небольшим усилием. Разболтанности в механике, на которую жалуются некоторые владельцы китайских штангенциркулей, в этом приборе нет. К примеру, 0 не сбивается, когда мы несколько раз раскрываем губки и сводим обратно. Можем даже сделать такой тест. Быстро раздвигаем, сдвигаем губки. Ставим на место. Как видите, прибор вернулся в ноль. Его калибровка не сбилась. Изменения показаний он фиксирует шустро, как видите. Или китайцы уже научились делать. Или производители этого прибора более ответственны. Вот дисплей, с которого удобно считывать показания. Точность измерений 1 сотая миллиметра. Максимальное отклонение показаний прибора 2 сотые миллиметра. По моим наблюдениям прибор этой точности соответствует. Для питания электроники этого прибора используется батарея LR44, которая тут находится. В комплект поставки она входила. Закрываем. Для включения и выключения прибора используем эту кнопку. Калибруем прибор, нажимая на эту кнопку. При этом показания выставляются в ноль. Прибор также включается при раздвижении губок. Но тогда мы не сможем откалибровать прибор, не сдвигая губки. Тут выбираем единицы измерений. У меня установлены миллиметры. Мы можем включить дюймы и дробные дюймы. Оставляем миллиметры. Раздвигаем губки прибора на необходимую ширину, чтобы обхватить неизмеряемый объект. С помощью колесика плавно сдвигаем губки прибора. Зажимаем подвижную губку прибора, чтобы не сбились показания. Снимаем штангенциркуль с измеряемого объекта и считываем показания. С помощью данных губок можно померить диаметр отверстий. С помощью данного щупа можно измерить глубину. После измерений выключаем прибор. Если батарейка сядет, можно считывать показания здесь, правда с точностью до миллиметра. В приборе есть функция автовыключения, хотя в паспорте она не указана. Прибор сам выключится, если его не использовать более 8 минут. Это время я замерил сам. С помощью этого штангенциркуля удобно переводить одни единицы измерения в другие. Скажем, такой редкий размер резьбы как 3,8 дюйма. Включаем прибор. Переключаем дробные дюймы. Ставим 3,8 дюйма. Теперь переключаем на миллиметры и видим, что данный размер переводится в миллиметры как 9,5 миллиметра или 0,374 дюйма. С помощью данного штангенциркуля удобно вычислять относительные значения. Например, насколько диаметр пресс-шайбы больше размера гайки. Замеряем гайку. 12,87 миллиметра. Теперь обнуляем показания и замеряем диаметр пресс-шайбы. И нам прибор покажет относительное значение. 3,69 миллиметра. То есть пресс-шайба шире гайки на это значение. Сзади штангенциркуля есть таблица. Это напоминалка по резьбам. Сверху таблица по метрической резьбе. Внешний диаметр резьбы, шаг резьбы, внутренний диаметр и необходимый диаметр отверстия под резьбу. Снизу такая же таблица, но под дюймовые резьбы. Давайте рассмотрим практическое применение штангенциркуля. У меня есть обрезки проводов. Давайте замерим диаметр их жил. Включаю прибор. Вот первый провод. Для точности замера лучше замерять губками в данном месте. Сбрасываем, замеряем. Данный размер 1,35. Следующую мерим. 1,33. Следующую мерим. 1,32. Можно вычислить сечение провода по формуле С равно ПД квадрат разделить на 4. Для простоты посмотрим таблицу. Для сечения провода 1,5 мм у нас диаметра 1,38 мм. У нас получилось 1,34 мм, что в пределах допуска 5%. То есть этот кабель соответствует ГОСТу. Давайте посмотрим другой кабель. 1,27. 1,26. Этот вообще 1,21. Смотрим по таблице. Данный диаметр соответствует сечению 1,2 мм квадратных. Фактически это на 20% меньше заявленного. Данный провод усеченка и его лучше не использовать. Но если все же у вас есть необходимость применить, то используйте для небольших токов. Например, для цепей освещения с автоматом на 10 ампер. Этим штангенциркулем можно замерить сечение и многожильного провода, что другими тремя штангенциркулями замерить нереально, ввиду их недостаточной точности. Показывать не буду, чтоб не затягивать ролик, но расскажу как это сделать. Замеряем диаметр нескольких жил данным штангенциркулем. Находим средний диаметр. Находим по формуле на слайде сечение одной жилы. Умножаем на количество жил и получаем сечение провода. Хранить этот штангенциркуль лучше в коробке, чтоб защитить дисплей от возможных повреждений. Также бережно нужно относиться к этой шкале, так как это часть измерительной системы прибора и она не металлическая. Похожа на печатную плату, наклеенную на прибор. Чтоб штангенциркуль коробки не болтался, я вырезал из пененого полиэтилена такой брусок толщиной полтора сантиметра. Если у вас остались вопросы по прибору, задавайте их в комментариях. Также вы можете задать вопросы продавцу. Ссылку я оставил в описании. Поделитесь видео с теми, кому оно может быть интересно. Подпишитесь на канал, чтоб не пропустить новые ролики. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых роликах.